В Алматы проходит рекордный по количеству участников медиафорум. В южной столице Казахстана собралась евразийская элита, эксперт в вопросах политики, экономики и также журналисты. Какие темы они обсуждают, расскажет Кирилл Харламов. «Как меняется мир и как мир меняет нас» — это главный слоган 2018 года. Модернизация и цифровизация медиа принесла не только положительные моменты, но и новые проблемы. Об этом с трибуны заявила председатель оргкомитета Дарига Назарбаева. Столь упрощенный доступ на просоры интернета открыл дорогу не только талантливым людям, желающим самовыражения, но и авантюристам, преступникам, пропагандистам всех мастей, теоретикам и практикам терроризма, сеятелям вражды и ненависти. Одна из актуальных тем, которая волнует всех делегатов форума, — это фейк-ньюс и ответственность блогеров. Выдуманные новости подменяют главный принцип журналистики — объективность. Медиа-сообщество уверено, СМИ способны не только управлять общественным мнением, но и влиять на представление о человеческих ценностях. Идея фейк-ньюс, идея ответственности блогеров поднимается сейчас по всему миру, не только потому, что от этого зависит безопасность чья-то или зависит слишком активное общественное мнение, это извечный конфликт между новыми медиа и старыми медиа. Известный журналист, общественные деятели и политики — всего более 800 человек из 60 стран. Представители евразийской элиты обмениваются опытом. Экс-глава Национального банка Казахстана Кайрат Килимбетов подчеркнул, Казахстан за годы независимости зарекомендовал себя надежной платформой для диалога. Евразийский медиафорум рассматривает вопросы стабильности. Вы знаете, что наша страна всегда придавала большое значение геополитическому балансу или стабильности в целом в мире и вокруг Казахстана, для того, чтобы развивать в целом и экономику, и укреплять инвестиционный климат. Медиа-площадка Валматы будет работать еще один день. Делегаты смогут принять участие в мастер-классах и круглых столах. Кирилл Харламов, Тимур Сандыбаев, Асхат Астанкулов, Самат Килимбетов, МИР24.